Сейчас я буду готовить пирожки с капустой. Быстрые пирожки. Берем любой кефир 400 грамм. Выжил кефир до последней капли и там 399. Два яйца. Масло подсолнечное 4 столовых ложек. Чайная ложка соли. Чайную ложку сахара. Это все перемешаем чуть-чуть. Не забываем, что нужно делать в зеленой таре. Это чуть-чуть другая тара зеленая, но все равно зеленая. 750 грамм муки. Чайная ложка соды. Сначала все перемешаем ложкой, а потом замешу руками. Получается, что мука разная у всех. И вы добавьте сначала 700 грамм муки. И если у вас получилось вот такое липкое тесто, которое липнет к рукам, мягкое такое, значит этого достаточно. Если слишком мягкое, добавляйте понемногу муки, но максимум 750 грамм. Вот так вот на руке оно липнет. И получается вот такое вот. Прямо липкое такое, мягкое тесто. И для того, чтобы легко было с ним работать сейчас, мы уже замесили его минут 7 так замесили. Теперь сюда добавляем 2 столовые ложки подсолнечного масла. Вот. И теперь с маслом его замесим полминутки где-то. Вот. Оно теперь не липнет. Полминуты помесили. В пакет его. И убираем. Пусть минут 15 отдохнет. Вот. Какая-то часть масла впиталась, а какая-то немножко на поверхности осталась. Вот оно. Тесто твоей мечты. Теперь берите вот такие вот доски. Припыляем немного мукой в нашу рабочую поверхность. Вот. Вот оно. Ооо, какое. Ооо. Теперь из него вот так вот режем вот такие шарики. Раскладываем на досочку силиконовую припыленную мукой. Если у вас в семье живут гиганты, то делаем огромные вот такой один шар, один пирожок вот такой сделайте. Можно просто вот так вот тесто все взять, вот так кругляшок сделать и сделать огромный пирожок для одного гиганта. А если у вас миниатюрные человечки, вот. Этого достаточно. Миниатюрный человек много не кушает. Но у нас таких нет, поэтому мы делаем вот такие обычные. Накрыли пакетом просто или тряпкой. У меня получилось вот таких 20 кругляшков. Теперь из них лепим пирожки. Начинаем с самых первых. Для начинки использую капусту. Рецепт капусты уже есть в профиле. Она у меня с холодильника. Такая тверденькая. Вот. Просто расплющиваем. Руками легко расплющивается. Тесто мягкое. Скалка не нужна. Ну вот толщину примерно полсантиметра. Там 4 миллиметра. Вот так вот делаем. Туда начинку. Вот. Вот. Опа. Все. И залепливаем. Лепим такие пирожки. Потом их накрываете. Все налепите. И увидимся на стадии жарки. Вот. Пирожки налеплены. 18 пирожков получилось. У меня начинки не хватило. Два пончика таких. Итого 20 изделий. Лем в сковородку вот так вот масло. Что было где-то полтора сантиметра примерно. Ну можно и сантиметр, полтора. Вот так. Подготовьте вот так вот салфетками тарелки. Вот какой огонь. Это у меня ниже среднего. Начинаем жарить с самых первых. Вот они. Если видим, что огонь большой, то немножко убавляем. Они должны жариться. По две с половиной, три минуты с каждой стороны. Если жарите две минуты, за две минуты не успеют пропечься. Ориентируюсь вот так вот. Тут часы рядом. Ну вот между цифрками раз пришло. Значит одна сторона готова. Вот. Вот так вот набухли. Все. Пора переворачивать. Становятся они огромные. А это значит воздушные. Вот так вот на салфетки ставьте. Пусть стекает лишнее масло. Они вообще не впитывают. Если газ у вас слишком маленький, то могут впитать. Если долго жарите, по пять минут каждую сторону. Вот поэтому жарьте по две с половиной, три минуты каждую сторону. И слишком быстро тоже не надо. И слишком медленно тоже не надо. Вот пирожок с капустой. Все, что получилось. Один пирожок я уже съел и кайфанул. Два изгоя. Вот. Вот этот человек вот эти пирожки сделал.